Готов к труду и обороне. Этот лозунг снова актуален. Правда, взамен советской системы ГТО в России разрабатывают новые нормы. Их примут на совместном заседании Государственного совета и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта. Свои предложения готовит сейчас рабочая группа, в которую вошел и глава Чувашия. На этой неделе в Москве состоялось первое заседание. Подробности нашему каналу сообщил пресс-секретарь Михаила Игнатьева. Это совместное заседание будет посвящено принятию норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса. Такой аналог ГТО, который существовал раньше, помните? Кто помнит, наверное, кто сдавал в школе эти нормы «Готов к труду и обороне». Потом где-то в 90-е годы все это закончилось, сошло на нет, никаких норм уже в школах не сдавалось. И вот сейчас решили этот процесс возродить, новые нормы принять. Но это уже будут новые нормы, они будут ими называться по-другому, и разные возрастные группы там будут определены. А цели и задачи, конечно, одни и те же – способствовать развитию массового спорта, способствовать укреплению здоровья наших людей. И для того, чтобы подготовить вот это совместное заседание, создана рабочая группа. Ее президент, руководителем назначен губернатор Красноярского края Лев Кузнецов. И он пригласил войти в состав рабочей группы главу Чувашской республики Михаила Васильевича Игнатьева. Вот понятно, почему Михаила Васильевича пригласили участвовать в этом заседании. И республика наша добилась действительно очень больших успехов в развитии массового спорта. Каждый третий житель республики занимается спортом. Вот Михаил Васильевич рассказал о том, что в День города, в Чебоксарах, мы провели замечательное мероприятие «Зарядка со звездой», куда собралось более 30 тысяч горожан. И надо сказать, что этот рассказ произвел впечатление. Все были удивлены, очень многое расспрашивали. Так что нам есть чем поделиться, нам есть о чем рассказать. Это было первое заседание. Пока только еще разговариваем о том, как будет выглядеть этот физкультурно-спортивный комплекс, российский, как внедряться он будет, какие возрастные группы нужно туда привлечь, какие цели он должен преследовать. Потому что в зависимости от того, какие цели преследуются, в зависимости от этого уже какие-то требования определенные к этому комплексу и будут предъявляться. Хочу сказать, что участвовал в этом заседании президент Всероссийской легкотлетической ассоциации Галентин Васильевич Балахничев. Он передал диплом нам такой. Диплом за подписью президента уже международной организации легкой атлетики господина Ламина Диака. Это диплом, благодарность, знак признания, уважения за вклад в проведение чемпионата мира по легкой атлетике, который закончился недавно в Москве. Все вы знаете, 7 золотых медалей завоевали российские спортсмены и выиграли зачет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok